Поздравляю вас с принятием в качестве слушателей Красного университета Фонда Рабочей Академии. Вот здесь рядом со мной находится проректор по учебной работе Валерий Александрович Бордовин, который уже 11-й год принимает, записывает и учитывает, ведет учебную работу очень аккуратно и очень точно, можно сказать, блестяще. Поэтому вы с ним все заочно познакомились, потому что через его руки вы уже прошли. Вот, а теперь он несколько слов вам скажет на задание. Здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с начала учебного года. У меня сугубо такие организационные, даже не вопросы, а сообщения. Значит, все и очно, и дистанционно обучающиеся работают через систему дистанционного обучения. Все, кто записывался, вам должен был прийти логин и пароль от системы СДО. Вы должны были туда зайти, посмотреть, там, значит, расписание, там будут появляться все оперативные объявления. Если у кого будут возникать какие-то вопросы, мне писать на ту же самую почту, на которую вы записывались. То есть, kof.ra.yandex.ru Вот пока все. А, еще, значит, задание, если вы смотрели, там есть ролик, как работает система дистанционного обучения. Но, еще раз его посмотрите, и там есть такая штука, ссылочка такая, появляется под лекцией, там будет сейчас трансляция. А под следующим семинаром будет задание. Вы нажмете на это задание, вам должно открыться окно, где есть вопросы и поле для записи ваших ответов. Туда ваши ответы вы должны записывать. Записывайте, оформляйте. Чтобы вы долго не мучились, быстро разобрались. Тестовые или... Нет, там вопросы, как-то... Вопросы, ответы вы уже сами там... Текстом. Текстом заполняете. Единственное, конечно, там стоит ограничение в количестве слов. Это сделано для того, что у вас много, преподаватель один, и, как говорится, никакой человек читать по 2-3 листа вашего текста, ну, физически, просто он не может. Счетом того, что у нас все преподаватели, это люди, которые где-то еще работают. Ну, так что у меня такие вот сообщения для вас. Все? Спасибо. Спасибо. Значит, у меня тоже сначала некоторые объявления есть. Спасибо. Спасибо. Значит, у нас здесь присутствуют товарищи, которые записались сюда и будут сходить очно. Но у нас очень много будет товарищей, завочно занимающихся. Где? В самых разных городах и странах. Никаких ограничений страновых. Ну, при той системе СДО, которая у нас есть, нету. Поэтому иногда товарищи бывают у нас и из Австралии, и из Новой Зеландии, вот, и из других стран. Поэтому работа у нас очень большая, а задача заданий, которые мы вам даем, некоторые возмущаются, почему такие короткие, почему вам не дают много писать. Вы можете много писать, и когда вы закончите обучение в Красном университете, то вы сможете считаться, будете считаться вышеперешедшими на второе отделение, на второй курс. То есть, на постоянную основу. То есть, вы нас не покидаете, и мы вас не покидаем, и если вы напишете статью и пришлёте с просьбой её, так сказать, там, поредактировать или оценить, и так далее, тогда мы будем это рассматривать. То есть, мы своих не бросаем, как известно. В этом году я выступал на радио «Аврора», и его главный редактор Кокарев Владимир Николаевич, он предложил организовать в Москве соответствующее отделение. Вот, мы с этим согласились и договорились о том, что в Москве будет образован факультет Красного университета. Ну, так сказать, факультет будет работать по той же самой системе, но только наши ленинградцы имеют возможность создавать вопросы устно. Ну, кроме того, что они могут задать через систему садовой или через, там, по компьютеру устно, а именно когда? Во-первых, тогда, когда идут семинарские занятия, во время семинарского занятия, вы можете задавать вопросы тому человеку, который ведёт и по тем темам, которые обсуждаются. А вот в те дни, когда идут лекции, как и сегодня это будет, значит, у нас лекция читается от начала, от 19 часов до 20, 10 минут перерыв, и после перерыва время для того, чтобы отвечать на вопросы. Причём не на вопросы только той лекции, которая была, а на всякие другие, потому что у нас очень бурные события, и очень много проблем, и много всяких вопросов. А я бы вам сказал, а вот в апреле вы получите ответ на этот вопрос, а вопрос у вас сегодня. Так вот, имейте в виду, что вы имеете возможность такую задавать вопросы, и сегодня мы это сделаем. Сегодня в 20 часов будет ответ на вопросы, какие у вас возникли пока. Ну, постепенно, с ходом учёбы они могут ближе приближаться к тому, что мы изучаем. Вот, а наши товарищи из Москвы этой возможности, к сожалению, лишены, хотя кое-какие вопросы они могут задавать тогда, когда у нас семинары, когда всё-таки есть возможность. Такие вопросы задать через компьютер, через систему интернета. Вот, мы бы договорились так, что я буду где-то раз в месяц для москвичей давать консультацию, где бы они тоже могли получать эти ответы. Если, так сказать, меня увидят москвичи и, возможно, Николай Владимирович Кокарев, вот, то я прошу его ко мне позвонить по той простой причине, что мне пришлось сменить телефон, и я утратил его номер, который он мне назвал. Ну, вот, собственно, некоторые предварительные замечания, которые необходимо сделать для организации. Здесь у нас присутствует Диана Романова, она является не только записывающим человеком и монтирующим, но она является проректором Красного университета по общим вопросам. Так что по ней можно обращаться, к ней по любым вопросам. И она же, так сказать, отвечает за то, чтобы наши материалы появлялись на Лен.ру. Красный университет имеет двух учредителей – Ленинградского интернет-телевидения и Фонда рабочей академии. Ленинградское интернет-телевидение возглавляется Прониным Владимиром Владимировичем, а Фонд рабочей академии я возглавляю как президент Фонда с его момента возникновения, с 1994 года. Здесь присутствует и записывает товарищ Тюленев Сергей Викторович, который будет выставлять записи Красного университета на канале Фонда рабочей академии. То есть и там, и там, и на Лен.ру, и на канале Фонда рабочей академии будут эти материалы. Соответственно, можно и на этот ресурс, и на другой тоже направлять свои замечания, сообщения, оценки и так далее, в комментариях. И я прошу этим тоже пользоваться. То есть мы, когда планировали работу и замышляли этот самый Красный университет, имели в виду, что этот Красный университет должен быть не такой обычный, когда вы полгода слушаете, потом сдаете экзамен и зачет, и тогда вас спрашивают, а вы никак так ничего и не узнаете. То есть он такой должен быть организацией, когда вы в любой момент, то есть каждую неделю вы задали вопрос, получили ответ, не ожидая, дойдем мы до этого и когда дойдем по нашей программе. Вот таким образом. Сегодня у нас первое занятие, первая лекция. Значит, как я уже говорил, занятия будут проходить так. Если лекционные занятия, то с 19 до 20 часов лекция, а с 20 часов в 10 минут до 21 часа ответы на вопросы. А если это семинарские занятия по программе, то вы можете задавать, вам будут задавать вопросы на семинаре, а не вопросы семинаров всегда будут. Ну и вы можете задавать вопросы ведущим, чтобы у нас была обратная связь, и чтобы наш этот университет был такой живой системой, в которой все участники чувствуют себя, так сказать, так, как они. Не какие-то, так сказать, люди, студенты, которые только должны слушаться, а это те люди, которые являются участниками самого этого процесса. Поскольку на вопрос о том, кто учится, да вы же учитесь. А что такое означает выражение «я учусь», «я учу себя». Поэтому мы, вот, преподаватели, прекрасно понимаем, что вы учитесь, а мы вам что? Ну, помогаем, так сказать, ну, какие-то костыли подставляем и так далее. Как говорится, если мы вам помогли, мы будем очень рады. Вот, но понятно, что каждый несет ответственность за свое обучение, а, так сказать, возможности для этого есть. Какие у нас возможности? Все возможности связаны с программой. Все знают, что марксизм – это новое слово в науке, и никаких более передовых, так сказать, каких-то систем не возникло. Я, например, за этим внимательно наблюдаю, как специалист по, так сказать, целому ряду проблем. Я кандидат экономических наук, математик по образованию, доктор философских наук. Ученое звание у меня есть доцента по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. И ученое звание профессора по кафедре экономики и права. Поэтому я, в общем, картину такую, которая есть у нас в науках общественных, достаточно ясно представляю. Поэтому мне приходится излагать те вопросы, которые к ним относятся. Ну и вот я хочу сказать, что ничего более современного, чем марксизм, никто не создал. Марксизм остается самой передовой наукой, но оно в то же время и самое сложное. То есть если некоторые истины марксизма, так сказать, запоминать, то это очень просто. А вот если стоит задача разобраться в том, что есть три источника и три составных части марксизма, то вот мы так построили образование, чтобы именно эти источники и три составных части были все представлены и представлены в единстве. Все те люди, которые у нас преподают, они обладают знаниями по всем этим трем источникам, поэтому не будет так, что он знает, так сказать, только политэкономию, а его спроси что-нибудь по философии, он ничего уже не может сказать. Или наоборот, философ, который, так сказать, что-то может сказать, а его спросят по политэкономии, не может сказать. Или, скажем, не могут разобраться в вопросах научного социализма. Есть такая статья у Ленина, три источника и три составных части марксизма. Ну вот если говорить строго, как бы Гегель назвал, он бы сказал, что это три момента, потому что насчет частей Энгельс так высказывался, что части лишат рупа. Где части? В анатомическом театре. А когда вы возьмете живое, то вот, скажем, на вопрос, где кончается вот ваша рука, вот как вы ответите, где кончается ваша рука? Вот товарищ. Ну, как бы, если... Вот начинаем, она идет отсюда. Если анатомически смотреть, то здесь, но как бы идут сосуды, далее тело. Ну, правильно, вы поняли, что, наверное, я спрашиваю про живую руку, а не отрубленную вашу руку, так сказать. Она, значит, она, по крайней мере, начинается у вас в сердце. Правильно? Потому что без крови – это не живая рука. Ну, а если вот вы так собираетесь пошевелить, то откуда-то идет отсюда. Поэтому вот эти попытки взять, расчленить, такие безграмотные попытки, тоже живое, и сделать его неживым, они... Ну, Энгельс так и сказал – части лишат рупа. А Гегель говорил, что целые части – неистинные категории. Потому что каждая часть, она, на самом деле, в себе содержит целое. Ну, если ваша рука, так если знать про, так сказать, вашу руку, надо про вас все знать. А как, если могу я тогда оценить ее, если я не знаю про вас-то? Ну, или там этим пользуются, так сказать, молодые люди, когда просят руки. То есть попросишь руки, а дальше уже девушка вся становится вашей женой. Так что это на практике вполне, так сказать, применимо. Не будем об этом забывать. Значит, что касается меня, я вам буду читать лекции и вести занятия, связанные, или принимать экзамены, в основном по диалектике. Хотя, если нужно будет отвечать на вопросы, я буду отвечать на любые другие вопросы по другим наукам. Тема сегодняшнего занятия, сегодняшней лекции такая... Истина. Да, истина. Проблема истины. Философия и проблема истины в марксизме. Ну, первое, что такое философия? Есть товарищи, которые сразу лезут куда-нибудь в интернет и берут, ну, так, как это делали бы люди, которые изучали и русский язык. Фила – это любовь, софия – это мудрость, любомудрие, и всё. Так? Ну, это, так сказать, как бы, ну, литературный такой подход. А у нас подход не литературный, а научный. Философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. А законы природы, общества и мышления наиболее общей, они совпадают. Это во-первых. Во-вторых, все мы рабы разделения труда. Вот каждый, кто здесь присутствует, имеет какое-то место в системе разделения труда. И настолько специализировались мы все, что, скажем, таких людей, которые разбираются в том, как устроено целое, очень мало в нашем обществе. Очень мало, и мы, по крайней мере, собираем тех, кто есть в Красном университете, и считаем, что они укрепятся и сыграют свою роль в том, чтобы общество не распадалось. Потому что, кстати, после разрушения Советского Союза, казалось бы, такие мощные отрасли были, и вдруг все быстро распалось. А почему? А потому что они в одной отрасли специалисты, а в другой нет. Так оказалось, что некоторые люди не разбираются в каких-то очень важных вопросах. Например, вопрос о научном социализме. Та система обучения партийных кадров, которая была после 19-го съезда, вообще не включала научный социализм. Хотя в работах Сталина, в вопросе ленинизма, существо это, так сказать, это все было рассмотрено, разобрано. Как только эти убрали работы, получилось, что политэкономия вроде есть, философия тоже вроде есть, а научного социализма нет. А тут после Хрущева и уже при Брежневе гражданин Суслов собрал идеологов и объявил, что будет новая наука у нас после 22-го съезда. После того, как прогласили, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, это обещание легко было исполнить, потому что, как мы с вами, наверное, уже тут я чувствую, народ грамотный, знает, что социализм – это низшая фаза коммунизма. Или коммунизм в низшей фазе. Поэтому это обещание очень легко было исполнить, потому что уже жили при коммунизме. Начиная с чего? С какого года? С 36-го года мы жили при коммунизме. Ну, в каком? Ну, в молодом. Какой мог он? С родимыми пятнами капитализма. А если будет полный коммунизм, что не будет противоречий? Борьба нового со старым будет идти при подлом коммунизме? Или всё будет, как писали, польётся потоком блага? Будет? Будет, конечно, противоречие. Вот борьба нового со старым будет. Новое, когда рождается, вот это Гегель расписывает, и Сталин на этом останавливается тоже. Когда новое рождается, оно слабее старого. Но если оно новое, передовое, то оно в этой борьбе нового со старым сначала терпит поражение. Это понятно. Ну, например, младенец против взрослого человека, ну, о чём говорить? Совершенно понятно, кто победит. Но постепенно, укрепляясь, развиваясь и поднимаясь, постепенно новое начинает теснить старое, передовое. Ну, а старое отставое отступает. И вот, наконец, безраздельно новое господствует. И тогда появляется другое новое, которое, по отношению к которому, вот это новое, которое получило полное господство, да, если можно, закройте, пожалуйста, является старым. И всё повторяется сначала. Поэтому борьба нового со старым бесконечно и вечно. Поэтому мы никогда не получим такой ситуации, когда нет никакой борьбы. Вот с этой точки зрения, с точки зрения противоречий изучает природу, общество и мышление марксизм, который имеет три источника, три, я бы сказал, момента, как говорил Гекель. Момента – это значит не просто часть, а то, что неотделимо от целого. Момент целого – это то же самое целое, только взято с этой стороны. Правильно? Философия, она неотделима от политэкономии и научного социализма. Научный социализм без политэкономии и без философии – это пустые призывы какие-то, пустые слова. И политэкономия без диалектики не была бы той политэкономии, которую создал Карл Маркс. Потому что метод капитала – это диалектический метод, но применённый к области экономических отношений. Поэтому если вставить вопрос о том, как соотносятся разные моменты марксизма, эти моменты соотносятся как стороны одного целого и моменты этого целого. Им надо изучать марксизм как целое. Вот что мы будем делать в Красном университете, и что нас отличать будет от всех других учебных заведений. Я таких заведений больше не знаю, ни государственных, ни общественных. Вот изучает это, издаёт, изучает это, издаёт, изучает это, издаёт, и всё это рассыпается на столбики. А со столбиками ничего не создашь и не построишь. Поэтому в известном смысле люди, которые обучаются в Красном университете, становятся универсальными людьми. Если они не по всем вопросам могут найти ответы, то ведь философия занимается самым главным и самым важным. она занимается чем? Всеобщим. То с тем, что есть во всём. Во всём. И вот если философия занимается всеобщим, то благодаря тому, что она занимается тем, что есть во всём, устанавливается связь между всеми видами наук. Хотя, надо сказать, что разделение труда дошло до такой степени, что люди, которые в своей отрасли стоят на передовых позициях, они в другой отрасли могут занимать самые, что ни на есть, реакционные позиции, потому что они там не знают, не разбираются, и там они слушают всяких знахарей, которые выступают. Причём у нас таких нахальных людей раньше не давали выступать по радио, не давали писать в газетах, а теперь они бесконечно пишут в интернете всякую глиматю, вот её люди других специальностей читают, думают, что это какая-то наука, и начинают на это попадаться, и получается из этого не наука, а каша. Вот почему. Значит, философия нужна для того, чтобы человек, будучи специалистом в какой-то области, всё-таки самое главное и основное, всеобщее, знал бы по поводу того, что творится и в других областях. То есть философия изучает всеобщее, а не только особенное и единичное. Вот что очень важно. Теперь, как стоит вопрос о том, что такое философия. Если философия в таком учебно-предметном плане называется алибо мудрием, то вот другое определение, глубокое определение философии, как науки о всеобщих законах природы, общества и мышления, означает, что если вы изучили всеобщие законы природы, общества и мышления, то вы в своей области это конкретизируете до единичного, до особенного единичного, в той области, в которой вы работаете, в которой вы ведёте исследования, или в которой вы что-то конструируете, в которой вы что-то создаёте, в которой вы что-то преподаете и так далее. Но при этом вы в отношении всего остального знаете самое основное – всеобщее. Вот это очень важно. И тогда общество не разваливается на куски, когда вроде как люди эти хорошие и те хорошие, но они в своей области передовики, а во всех остальных областях самые, можно сказать, нелепые вещи поддерживают и распространяют. Приведу пример. Я в свое время писал докторскую диссертацию по политэкономии и получил на Совете еще в конце 70-х годов больше половины голосов членов Совета, но меньше двух третей. А для того, чтобы получить докторскую, надо получить две трети. Странная норма, потому что, значит, для того, чтобы, так сказать, как бы требуется от докторанта, чтобы он дал что-то новое, передовое, незнамо, неслыханное, никем. И за него сразу две трети голосуют. Это странно, правда? Кто-то должен постареть или совет, или докторант и так далее. Ну, поскольку я как-то относился к этому делу очень спокойно, как к тому, что, вот, так сказать, вот то, что я подготовил, там, перед этим у меня вышел ряд книг, я, так сказать, защищал диссертацию. Большинство ученых в Совете поддержало меня, ну, и пока еще докторскую не получил. Ну, хорошо. Я написал новую докторскую. Картина такая же. Снова я получил больше половины, причем защита была в течение двух дней. С трех до часу ночи. И, например, доктор экономических и философских наук товарищ Ельмеев Василий Яковлевич выступал и говорил, что вот мы сейчас здесь, в Польше уже там, значит, идут всякие события, а мы пока сидим вот в зале, и это, значит, не просто защита диссертации, это какая-то борьба в сфере идеологии. Это было уже в 80-х годах. Ну, я получил больше половины после этих самых, оформил, там, полагается, оформить и отправить в высшую аттестационную комиссию, и все. Ну, меньше двух третей. Ну, это же хорошо, если больше половины ученых, членов ученого совета, за меня проголосовали. Это же хорошо. Ну, степени не дали, но больше половины-то проголосовали. Ну, а как может за новое, как говорится, должно быть новое передовое, и за него две трети. Это должно постареть. Ну, раз постареть, я продолжил дальше. Я написал, это было две докторских по политэкономии. Тогда я написал докторскую по философии, по специальности научный коммунизм. И, ну, прежде чем выступать в докторской, надо написать новую книгу. Вот я могу вам предложить, познакомиться. Я думаю, вам понравится книга, которая называется «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». И это не так стоит вопрос, товар или не товар. А говорится о том, что непосредственно общественный продукт, но с товарностью, планомерность, но со стихийностью, бесклассовое общество, но еще не преодоленное деление общества на классы и так далее. То есть, когда каждое утверждение берется со своим отрицанием и увядывается с ним. И целая система противоречий, а всеобщего противоречия между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов его первой фазы, вы продвигаетесь до противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, как моментом этого, отрицательным моментом этого же производства в условиях социализма. Между бесклассовой природой коммунизма и еще не преодоленным делением общества на классы, что имеет место при социализме. Далее, между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации, которые связаны и с тем, что есть противоречия интересов, и с тем, что вы не можете все познать, так сказать, за короткое время, так сказать, с необходимой полнотой. Обязательно будет стихийность. Вы от стихийности не уйдете никуда, вы можете только сочетать одно и другое. Между социалистическим характером системы планового государственного централизованного управления, которая все должна разрулить и все это решить, и элементами карьеризма, бюрократизма и другими элементами мелкобуржазности в сфере государственного управления, которую без всеобщего участия в управлении не разрешить. На этом я экскурс, так сказать, в изложении этой книжки не буду проводить, потому что, скажем, на канале Фонда Рабочей Академии Московского отделения Фонда висит книга того товарища, с которым профессора Смирнова, заслуженного деятеля науки Игоря Константиновича Емая, которая называется так – «Диалектика капитализма и социализма». В электронной форме. Можете искать, а что читать, а можете не искать, а что просто читать. «Диалектика» там есть его книга. Вот мы с ним вместе пять лет изучали науку логики. Сначала я его превосходил, хотя он был доктор наук, а я был, так сказать, еще кандидат. А потом я понял, что он-то диалектически ставит вопрос, а я вот хорошо формулировки все усвоил, как это характерно было для математика, так сказать, определение все четкое и так далее. Вопрос-то в том, как правильно ее слагать. И вот у него в книге дано понимание метода, она называется так – «Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса». Это единственная диалектическая книга о капитализме. Больше есть всякие книги с претензией на диалектику капитала. Ну, это только претензии. Диалектика капитала, во-первых, есть в капитале его Карла Маркса, и, во-вторых, вторая диалектическая книга – это книга этого Смирнова. Ну, а я, так сказать, написал диалектическую книгу, и те люди, которые были вот со мной не согласны по каким-то вопросам, когда мы поставили вопрос диалектический, что есть непосредственная общественная производственная товарность, есть как отрицательный момент этого производства. Есть планомерность, но есть и стихийность. Есть и система управления, но есть и всякие бюрократы, галеристы и так далее. То есть, когда всё берётся с отрицанием, а не только с утверждением, ну, как бы количество противников сократилось, и я к этому времени уже имел достаточно много десятков опубликованных работ, и после этого, так сказать, я получил… Защита была четыре часа, один вопрос, и я получил более двух третей голосов. Ну, это на этом дело не закончилось, как оно, поскольку всякое бывает дело. Меня вот уже по дороге спрашивали товарища, как защититься. Да, по-моему, всякому бывает. Значит, меня вызвали в ВАК, я сделал доклад. Там стенка на стенку товарищи в ВАКе боролись, уже за закрытыми дверьми, и приняли Соломонову решение отправить на меня на перезащиту в Институт философии Академии наук СССР. И самое интересное было в том, что я с точки зрения, так сказать, ну, философской подготовки не был ни студентом, ни аспирантом, ни преподавателем философского факультета, не был кандидатом в философских наук. А сразу, так сказать, вот, докторская по философии. И отправили меня на перезащиту в Москву. Но эту диссертацию, эту же диссертацию, не сказали, что другое. Ну, я приехал там неделю, меня тут товарищи снабдили всем необходимым, и я там неделю плавал в бассейне Москва, на месте, в том месте, где потом построили храм Христа Спасителя. А вот прямо на горе Институт философии, Волхонка-14, Академия наук СССР. Ну, после этого, значит, состоялась защита уже вот в этом Институте философии. Одним из оппонентов был Ричард Иванович Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист». Мы, так сказать, так пообсуждали это дело, и принято было решение единогласное сектора научного коммунизма Института философии, и ещё меня подержали, подержали, в то время, когда уже всех утверждали, смотрю, меня не утверждают, но ещё подержали, и через, глядишь, через полгода и утвердили. И стал я доктором философских наук, не будучи философом никаким до этого, так сказать, с формальной точки зрения. Ну, это говорит ещё и о том, с точки зрения проверки, что если человек занимается серьёзными делами, я, к этому времени, я полностью прочитал собрание сочинений Ленина. Если бы я его не читал подряд, мне бы, может, не хватило бы терпения и сил бы двигаться дальше, ну, потому что, как вот начнёшь читать подряд, тебе стыдно, вот, человек сидел в тюрьме, и целый год просидел по делу о союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Это вот на Воинова там был. Учился писать молоком, чтобы потом зарядку делал в тюрьме. А потом три года находился в ссылке, за эти три года он написал «Развитие капитализма в России», третий том полного собрания сочинений Ленина. И это новое в марксизме, потому что вот Маркс писал о политэкономии на примере Англии, а Англия там своего продовольствия практически не имела, она получала всё из Европы. Поэтому, а крестьян своих они разогнали и заменили овцами, чтобы иметь, это в капитале-то хорошо показано у Маркса, чтобы иметь, так сказать, соответствующее сырьё, шерстяное. Поэтому там нетипичный случай для развития капитализма, а вот Ленин обрисовал типичный случай для европейской страны. Франция, Германия, Россия, любая европейская страна, она вот, Италия, она вот так развивалась, как написано в такой книге, которая называется «Развитие капитализма в России», фундаментальный. Ну и когда вот я вот вижу здесь товарища, чуть меня моложе, и даже не совсем чуть-чуть, а значительно чуть-чуть, вот, так сказать, и когда берёшь в руки Ленина, читаешь первую книгу, вторую книгу, третью книгу, видишь, что сколько он за это время написал и сделал, я скажу, что ты сделал за это время? Ну какой-то критерий, ну какой критерий должен равнять? На кого равняться? На лучших или на худших? На самых способных или на пустых? Ну надо как-то выбрать. Даже если вот вы не согласны с Лениным, ну и хорошо, но вы почитаете умного человека, но никто не скажет, что он не умный человек. Никто не скажет, таких нету. Вот, короче говоря, значит, у Ленина же написано, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не проштурировав всей логики Гегеля. Я капитал Маркса прочитал, пока был математиком ещё, как-то на Матмихе, подряд. Хотя там не требовалось подряд, но я думаю, что это обрывками читать. Обрывки, значит, никакой диалектики точно не будет, правильно? То есть всё разорвано. Вот прочитал, а потом прочитал, что, оказывается, нельзя понять без диалекта. Ну раз нельзя понять, вот я взялся за изучение диалектики, и поскольку я встретил вот такого коллегу, более старшего, в виде профессора Смирнова, он тогда ещё не был профессором, докторского защищал, а я присутствовал на её защите. И мы решили с ним подряд изучать. И изучали пять лет, я к нему приходил в понедельник в десять часов утра, и до двух часов мы ругались. Потому что я так понимал, а он так понимал. И я его переспаривал очень долго, а потом он стал меня преодолевать, потому что он более диалектично понимал, а я более, я бы сказал, с точки зрения формальных, так сказать, определений. А всё дело в переходах в диалектике, в движении. А вот этого движения не хватало. И вот, скажем, как он в книжке сформулировал метод, но это я тоже можно найти в науке и логике Гигель, но это искать надо, что метод – есть осознание формы, внутреннего, самодвижения, содержания изучаемого предмета. То есть метод – это надо форму осознать, внутреннего самодвижения, не движение, которое мы там, я читаю книгу или я изучаю этот предмет, а какое отношение вы имеете к этому предмету? Вы изучаете экономику. Экономика от вас, что ли, движется? Она вами включается и выключается. Экономика существует сама по себе. Так вот метод есть, экономический закон движения. Вот Маркс открыл, или лучше сказать, раскрыл экономический закон движения, потому что он раскрывается вот в этом движении, в переходе. То есть некоторые люди времени тратят много, куски там выдергивают и знают много цитат из «Капитала Маркса». Но лучше прочитать полтома целиком, чем на три тома и набрать цитат. Потому что все связи порваны. Это все равно, что вот, как говорил Гегель, части, лишат трупа. Мы не говорим, что не нужно иметь в больницах вот соответствующие отделения, где режут трупы. Потому что я, например, вот если я иду на операцию, я предпочел бы, чтобы тот хирург, который будет меня резать, ну порезал бы сначала трупов какое-то количество, а потом уже за меня врался. А то он будет потом разрежаться, потом будет коллегу спросить, слушай, а где у него там должно быть вот это вот, там кто-то, где находится и так далее. То есть это совершенно необходимая часть, без этого не обойдешься, но не надо же превращать изучение. Вот это я говорю в плане того, что чем характерно наше изучение. Мы будем изучать целое. И как целое. Вот, например, вот я могу на кого-то напасть и на зять. У вас недостатки есть? Есть. Молодой человек, да? Не буду вашу спрашивать фамилию, а то она вот как-то засветится негативно. Недостатки. А недостатки, они как... Они ведь отрицательные качества, правильно? Да. Они противоположны. Это недостатки ваши только личные, они против вас и нацелены, или против общества. Ну, если недостатки. Если вы хороший человек, а это ваше отрицание, то это отрицание вот того хорошего, что у вас есть. Так это... А общество-то оно поддерживает ваше хорошее. Это значит, что даже это против общества идет. Согласны, да? Ну, давайте вы перечисляйте. Я сейчас буду вас спрашивать. Чтобы вы не забыли, я немножечко буду это конспектировать. А потом, когда это все закончу, подойдете сюда. Из моих слов записано верно. И что дальше я буду делать? А дальше у нас есть люди, которым надо передать, и все будет в порядке. И вас упакуют. И так и делают же. Причем, это правильно то, что я сказал? Правильно. Правильно, вот. А Гегель, мудрый человек, мудрый философ, сказал, надо различать между тем, что правильно. Так? Достоверно. А что значит достоверно? Мы вот сейчас, вы будете рассказывать, а мы эти факты все проверим. И это будет не то, что вот тут-то вы наговорили. А мы это все подтвердили. Теперь ваши вообще разговоры ничего не стоят. Вы можете вообще молчать и даже отказываться. Но мы уже все нашли ваши следы, вашей деятельности. Это будет достоверно. Достоверно то есть закреплено такими-то фактическими доказательствами. И все. А сколько лет, это уже не я решаю. Михаил Васильевич, недостатки есть, но они сняты. Это вопросы у нас будут во второй части. Не торопитесь. Они еще не сняты пока. Пока они еще не сняты. Пока они еще не сняты. И поэтому я просто хотел сказать, что у Гегеля есть такие категории. Просьба их иметь в виду. Правильность. Достоверность и истинность. Вы за истиной пришли или за правильностью? Я за истиной. Вот за истиной. Если кто-то за правильностью, вы не туда пришли. И даже за неправильностью, кто пришел, тоже не туда пришли. И даже за достоверностью. Ну, вы будете проверять какие-то утверждения. И они будут эти так или иначе подтверждаться. Правильно? Ну, у каждого есть недостатки. Есть тут человек без недостатков? Лгун. Да-да, я вас обвиняю во лжи. Напрасно. Ну, напрасно, но я вас обвиняю. И обвинить. У нас же свободная страна. Я взял вас и обвинил. Вы свободно сказали, что вы без недостатков. А я свободно вас обвинил в том, что вы солгали. Почему? Потому что людей без недостатков нет. А почему нет без недостатков? Потому что каждый человек противоречив. А в противоречии это что? Это единство и борьба противоположностей. То есть, раз есть единство и борьба противоположностей, у каждого есть и то, и другое, и противоположное. Другое дело, что один человек, у которого превалирует как целое, позитивное, это хороший человек. Но хороший человек тоже с недостатками. Нет таких людей хороших, которые были бы без недостатков. Если кто настаивает на том, что он хороший и без недостатков, это не живой человек, это мёртвый. Или это выдумка. И наоборот. Нет таких негодяев, у которых не было бы хороших каких-то качеств. Которые помогают им втираться в доверие. Вот смотрю я на него, и так кажется, что вполне порядочный человек. И так далее. То есть, в уголовном кодексе есть такая статья. Злоупотребление доверием. Это что? Мошенничество. Мошенники. А они же паразитируют на вот этом доверии. Доверие – это вроде хорошее качество. Доверяем. Хотя в наше время кому-то доверять я бы не советовал. И себе-то не доверяю. Как я могу ещё кому-то доверить? Ужас. Короче говоря, сразу мы отмечаем и фиксируем, вот как ключевой момент вот в этой лекции, что философия, она занимается не просто неправильностью, не только правильностью и достоверностью. Она занимается истиной. Истина. И вот наукологики Гегеля начинаются как раз с этого вопроса. Что в наше время, например, истина не в почёте. Ну, у нас не сказать, что истина не в почёте, а просто ей не занимаются. Или, как правило, не занимаются. А вообще истина. Истина выше. Истина противоречива. Истина противоречива. И если мы хотим дать истинную картину, мы должны взять то, что мы берём, и отражаем как живое. Правильно? А всё живое противоречиво. Вот поэтому проблема истины в марксизме, она связана с тем, чтобы понимать всё, что мы рассматриваем диалектически. Поэтому одним из самых таких важнейших учебников для нас является наука логики Гегеля. Что про неё можно сказать? Маркс, например, говорил. Ну что, моё отношение к Гегелю очень просто. Гегель – мой учитель. Понятно? Что тут ещё надо сказать? Вы скажете, у него недостатки были, он был идеалист. Но это недостатки. Все учителя с недостатками. Ну, такой учитель, а другого нет. Ведь Маркс и Энгельс были идеалистами. Пока не появился второй учитель – Фейербах. «Сущность христианства» написал. И тем самым Маркс и Энгельс перевернулись. Они, правда, говорят, мы перевернули Гегеля. Но, по-моему, наоборот. Фейербах перевернул Маркса и Энгельса. И вот они встали на ноги. А до этого ходили на голове. И вот после этого они стали последовательными. А. Материалистами. И Б. Диалектическими материалистами. И появился вот этот самый диалектический материализм, про который Маркс, например, писал, говоря о методе капитала. А метод, я еще раз повторяю, это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, исследуемого предмета. Если вы движение производства понимаете, как шло, внутреннее самодвижение, не извиняя никакие-то вмешательства в этот процесс, то это и есть вот метод движения. Вот, говорил, мое отношение к Гегеле очень просто. Гегель – мой учитель. Вы сможете с учителем-то не соглашаться в чем-то. Например, в том, что идеалистически надо рассматривать мир. Но так обстоит дело с этим. Гегель – мой учитель. Ну, Энгельс тоже самое говорил о Гегеле. И говорил, что единственный компендией диалектики имеется в науке логики Гегеля. Некоторые вот товарищи лезут в интернет и ищут там компендией. А компендией – это вроде как сборник всяких там высказываний и прочее. А Энгельс брал, так сказать, в словаре другое значение слова компендией. Кратчайший путь – прямая дорога. Вот в связи с этим я обращаюсь к присутствующим. Вы, товарищи, хотите вот в Красном университете заниматься, идти прямой дорогой или, значит, где-то петлять по задворкам? Прямой дорогой. Прямой дорогой. Значит, единственная проблема, что прихождение прямой дорогой, изучение, когда требуется изучение науки логики Гегеля, это сложное дело. Ну, во-первых, а кто сказал, что наука – это дело простое? Наоборот, Марк говорил. В науку нет широкой столбовой дороги. И только тот, сумея достичь её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам. Ну, я думаю, что человек, который будет изучать науку логики Гегеля, сначала он будет в состоянии такого, пребывать в странном состоянии, когда ничего не понятно. Надо приучаствовать, читать. Мне вот повезло, поскольку я был математиком, поэтому у нас всё было непонятно сначала. Иногда слушаешь, слушаешь полсеместра, слушаешь, ничего не понятно, только когда потом закончится семестр, начнёшь лекции читать, разбирать все эти теоремы, и тогда только понятно. Так что ничего такого там нету. Или там мы доказывали теорему, месяц там с товарищем. Доказываем, 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 доказываем. И ничего не получается. Раз, через месяц заказали. А некоторый у нас был такой, Владимиров, который и кандидатом не был. Он очень крупный математик. Он взял такую проблему, что когда он решил эту задачу, ну, там одни товарищи говорили, надо дать сразу докторскую ему. Ну, вот нашлись такие более мелкие учёные, сказали, не надо там нарушать общий порядок, пусть кандидатскую получат. А человек всю жизнь положил на то, чтобы решить вот эту проблему. Так что вопрос в том, что это сложно. Ну, сложно, а всё сложно. Что такое сложно? Сложно из простых. А что непросто? Человек сложный. Сейчас вот в биологии, если залезешь, так сказать, в проблему человека, там всё сложно. И до сих пор такой системы знания ещё из этого не получилось, потому что пока непонятно, как всё это увязать. Поэтому у нас есть пример диалектика капитала Маркса. Маркс взял. Из чего он выводит всё? Из товара. Ну, возьмёшь товар, получишь капитал. Поэтому, когда у нас, значит, такие деятели, как Горбачёв, Хрущёв и прочие, повернули на товар, на рынок, мы получили капитал. Тут ничего удивительного нет. А что могло быть? Ничего другого. У нас вот в политэкономии советской была очень большая группа экономистов, очень серьёзная, в том числе люди, которые занимали посты заместителя директора Института философии, главного редактора коммуниста Косолапова Ричард Иванович, Московская школа политэкономии, которую гулял Цоголов Николай Александрович, которые говорили, что у нас не рыночный социализм, у нас не рынок, у нас не товарное производство, у нас непосредственно общественное. И можно сказать, что мы их, вот сторонники непосредственно общественного производства, даже разгромили. Во всяком случае, сколько Горбачёв не пытался собрать учёных, чтобы они сказали, что надо идти на рынок, ничего не получилось. Как только соберутся, наши товарищи выступят, представители другой школы, там Ельмеев, Сергеев, Ерёмин, вот, и другие. И после этого резолюция такая, что это нет, это вредный путь, и он ни к чему хорошему не приведёт. Ну тогда Горбачёв, который, как говорится, разваливал партию, собрал 28-й съезд, треть выступила с специальным заявлением о том, что нас толкают на путь, который приведёт к падению социализма. Что вот это вот движение на рынок – это гибель социализма. Ну, большинство съезда проголосовало, две трети. Ну вот, и в итоге, потом говорят, распался социализм. Социализм, Советский Союз не распался, его разваливали. Он не развалился, его уничтожали. Кстати, в каком году перестал существовать Советский Союз? В 1901 году. Неправильно. В 1909 году. А? В 1909 году. Нет. Ну, когда вы отмечаете День Свободной России? Нет, на 12 июня. Какого года? В 1903 году. Чего? Какого? В 1903 году. Какого в 1903 году? Ну, вы даёте. 19 июня 1990 года. Вот, учитесь, учите науку. 1990 года. Верховный Совет России принял декларацию о независимости России. От кого? От Кыргызстана, от Кыргызстана, от Казахстана, от Украины, от Белоруссии. Потом его сначала День Свободной России называли. От кого Свободной-то? От других республик. Через месяц Белоруссия приняла аналогичное решение. Тоже там собрался Верховный Совет проголосовать. Но если партия разложилась, так что? Дальше пошло разложение уже государственной власти. В партии ревизионизм. С какого года? С какого года у нас отказ от диктатуры рабочего класса, который является главным марксизмом? В 62-й съезде, а в 62-й съезде Косыгинская реформа. Да при чём тут Косыгинская реформа? Это раньше всё было. 61-й год. 22-й съезд. Программа партии. Главный документ. Для всей партии. А в партии было 13 миллионов. Написано, всё, диктатура пролетариата. А это главное в марксизме. Если главное в марксизме – изъять. Так вы берёте самый основополагающий момент во всей системе и выбрасываете его. Так если нет диктатуры пролетариата, то должна быть диктатура буржуазии. Это научно. А как? Ничего другого не может быть. Как-то я на даче, сестра резки там, узбек поздравляет, говорит, я вас с днём поздравляю, свободная Россия. Я говорю, что, от Узбекистана мы освободились? А уже, ну, это была же двойная тяга. Ельцин, так сказать, как бревно напрямую уничтожал. То есть, после этого уже нет Советского Союза, после 90-го года. Поэтому это чёрный день. Не знаю, как. Отмечать его нужно. Праздновать не нужно. Отмечать, конечно, нужно. А как не отмечать такое событие? Когда вдруг Россия, которая собрала, можно сказать, Союз нерушимый, Республика Свободы, навеки сплотила и Великая Русь. Великая Русь сказала, идите, идите, идите. Мы от вас свободны. Мы с вами суверенны без вас. Ну, так тогда и в Украину суверенно, и в Белоруссии. А после России, Украины и Белоруссии, остальным ничего не остаётся. Как тоже стать суверенными? Теперь говорят, вот Узбекистан, а вот Пакистан, а вот, ой, простите, Казахстан не так себя ведёт. Так вы же сделали это. Нет, ну народ-то в 90-м чуть раньше проголосовал за... Чего? За что он проголосовал? Вот вы придёте домой, откройте компьютер и посмотрите на бюллетень, который был в 91-м году. Вы за обналённый союз советских социалистических республик, как союз... Суверенных государств. Ну, что такое суверенное государство? Если муж и жена суверенные, это что значит? Развелись. Развелись уже, всё, всё, развелись. То есть, предлагали. И проголосовали же за это. И до сих пор ходят люди, ну, то ли малограмотные, то ли совсем, так сказать, запутанные, как их запутали. Ну, мы же проголосовали. За что вы проголосовали? За уничтожение Советского Союза. То есть, Союз Советских был социалистических республик. А вы его в Союз суверенных государств. А СНГ хотите посмотреть, где находится? Штаб-квартира СНГ. Поезжайте по Тёмкинской дворец. СНГ – это то же самое. Союз независимых или Союз суверенных. Это синоним, правильно? И что он решает? А ничего. А потому что, если вот представьте себе, вот сейчас вы большинством что-то решите. Ну, решайте. А я пошёл туда, куда захотел. Или я вот других всех убедил, только вас не убедил. И мы проголосовали. А вы что? И что, что мы проголосовали? А вы суверенные же. Куда захотели, туда и пошли. Вас совершенно не интересует, за что мы проголосовали. Такая вот вещь, казалось бы. Ну, как вот быть, если такие вещи, которые касаются вообще жизни десятков и сотен миллионов людей. И они тут такие делают ошибки. Мы, говорит, проголосовали. Да вы, говорит, вы помогали закрепить это то, что сделал Ельцин, и приукрасить, чтобы оказались буквы те же самые. А ещё и Горбачёв ходил и говорил, что я делаю конституцию суверенного государства. А какая конституция может быть? Союз суверенных государств. Никакой не может быть конституции. Поэтому он ничего и не написал. Ну, что может, что кто как решит, так и будет. Правильно? Вот и вся конституция, если это суверенно. Вот я могу вам сказать-то, я так на вас нападал, вот вы сели в первый ряд, и как всегда, вот на вас я тут наезжаю. Могу я вам продиктовать, куда пойти? Вы скажете, Михаил, спасибо за лекцию, привет, горячий. Я, говорит, понимаю, что вы там, у вас там всякие, то есть, посты, звания и прочее, но я пойду, куда я решил. И всё. Ну, они были суверенными. Нет, они не были суверенными. Суверенный был Советский Союз. Получается, что в Союзе были у каждой нации, Союзной Республики, было право вплоть до отделения. Вот когда вот отделились, стали суверенными. Вот право было, а пока не воспользовались этим, у меня есть право прыгнуть с 12 этажа. У вас есть такое право? Дело не в этом. В этом и всё и дело. Всё и дело. Вот те люди, которые бы отделились, спрыгнули бы с 12 этажа. Вот сейчас это хорошо всё видно. Вот сейчас у нас специальная операция. Потому что, если можно было думать, что будет вот так вот разделиться и будет тихо, спокойно. Ну, почему спокойно? Вот в Казахстане были события туда, как говорится, без российских войск ничего не спасли. Там уже, так сказать, американцы делали плацдарм. Ну, в Украине тоже самое. Воюет, так сказать, НАТО руками украинцев с оружием натовским. Причём, если это пересчитать на количество труда, ну, скажем, воюющий непосредственно украинец, и сколько труда в этих самых хаймарсах и других машин заложено. В танках, в системах залпового огня и так далее. Это же труд. Чей труд? А это, ну, как было в фашистское время. А что, сюда не приезжали танки, башни для которых делали в Чехословакии? Чехословацкие рабочие. А что, не работали и в других странах, которые были под пятой Гитлера? Все на то, чтобы убивать русских. Кто больше всего пострадал? Говорят, а чего так волнуется Россия? Я волнуюсь о России, потому что у нас больше всего было жертв. И мы уже знаем, чем это кончается. Потому что вот прошло 8 лет после переворота, кровавого переворота на Украине. И все попытки как-нибудь её разрешить мирным путём, они только не заканчивались, а всё готовилось к тому, чтобы принять меры такого рода, чтобы, так сказать, через 5 минут ракета была уже в Москве. Это же не игрушки. Поэтому, если кто думал, что вот разрушится Советский Союз, а мы разойдёмся, станем суверенными, нам стало легче? Не стало нам легче. Стало легче нашим противникам. Вот такая картина. То есть вопрос у нас об истине. Об истине. Главный вопрос философии – это истина. А что такое истина? Ну, истина – это соответствие понятия объекту. Соответствие понятия объекту. Есть непротиворечивые объекты? Нет. Поэтому истина тоже должна рассматриваться как противоречивые. И понятие само противоречивое. И где вы найдёте, где, как называется книга, где как раз рассматриваются противоречивые понятия, и противоречие – это уже вторая категория. Нет, третья категория. Первая противоречие. Вот начинаем мы с чистого бытия на углу логики. Оно есть? Есть. А что ещё? Вы про это можете сказать. Ничего. Ну, раз ничего, значит, вы сказали про ничто. Ничто. Ничто есть? Есть. Значит, оно перешло в бытие. Значит, ничто переходит. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Значит, нет отдельно ничто, нет отдельно бытия. А есть лишь движение, исчезновение, бытие – в ничто, а ничто – в бытии. Как называется движение, исчезновение, бытие – в ничто, а ничто – в бытии? Становление. Становление. И дальше пошли так. И дальше это когда-нибудь кончается такое становление? Кончается противоположение? Никогда не кончается. Все категории, ну, следующая категория такая, там, изменения. Единственное нечто – и иного. И там есть такая сакраментальная фраза – иное, иного, есть иное. Вот она такая красивая фраза, я на ней хоть немножко остановлюсь для интереса. Иное, иного, есть иное. Тут в этом высказывании содержатся два противоположных учреждения, утверждения. Иное, иного, есть иное. Ну, было иное, и стало иное. Правильно? Правильно? Чего так подозрительно смотрите? Почему или нет? Я не слышал звуков одобрения. Чего, неправильно, что иное – это иное? Вы что, против того, что иное – это иное? Кто против того, что иное – это иное? Такой, странно. Ну, вот баран есть баран, кошка – это кошка. Чего тут против выступать? Теперь я по-другому скажу. Так что иное, иного, есть иное. Не надо. Вторая мысль. Иное, иного, есть иное. А? Уже другое. Иное, иного, есть другое. Иначе бы оно не было иным, если бы не было другим. Можете и слово «другое» брать, то же самое. Значит, тут есть равенство с собой и есть неравенство с собой. А единство, равенство и неравенство с собой, как называется? Товарищи диалектики. Будущее. Как называется? Я нашёл у вас недостатки. Это иллюзия. Вам показалось. Нет. Нет, изменение это называется. Это изменяющееся нечто и изменение. Но становление, оно тоже таким же свойством обладает. Только там не нечто иное, а там бытие и ничто. Там есть бытие и ничто. Вот они видят. Там есть бытие, переходящее в ничто. Как это называется? Возникновение. Вот правильно, совершенно верно. Ну, так то же самое потом в изменении. Но это уже изменяющееся нечто. Это уже не становление. А нечто вы взяли. А нечто – это что-то вроде как прочное, но изменяющееся. Потому что нет неизменяющихся нечто. Вы какого-нибудь нечто знаете, которое бы не изменялось? Ну, нету такого, что бы не изменялось. Нет таких предметов. Нет таких ни вещей, ни людей, ничего. Вот вы же сейчас не равны тому, который пришёл сюда вот в начале? Или равны? Не равны. Я вас про то не спрашиваю, что вы равны. Ну, да вы-то не равны, да признайте же. Не равны. Тем более на вас уже хотели навесить всяких собак. Я признаю, что это правда. Ну, хорошо. А всё, что про него и она говорила, он признаёт, что это правда. Но он сейчас скажет, что и то, что противоположно, тоже правда. Он просто не договорил. Я ему не дал возможности это высказать. Так что он уже знает, что делать. Ну, вот и дальше. Дальше нет ни одной категории, которая бы не содержала в себе противоположности. Ни одной. Так вот, вся математика от этого абстрагируется. Нету. Например, вот она. Пять равно пяти. Ну, вот это пять равно пяти. Вот вы так не нарисуете вторую пятёрку, как левую. Ну, не нарисуете вы точно. Если вы на машине будете делать, что угодно. Цветом высвечивать. Вытачивать. Ничего. Никогда. Если кто был на производстве и знает, что... Я, например, когда школьником попал на производство, я очень удивился. Оказывается, никогда не сделает ничего точного. То ли с какой точностью. Столько микрон или столько микрон. А так, чтобы... Или там в плюс, или в минус. А так, чтобы абсолютно точно. Вот, например, делают четыре метра вал для корабля на Балтийском заводе. Один человек может выточить с той точностью, которая требуется, чтобы этот самый не трясло корабль. И вот он три метра восемьдесят сантиметров проточит, один товарищ, и всё. И запорит. Поэтому всё имеет в себе отрицание. Всё. Но это нам непривычно. Но если так, нам непривычно то, что на самом деле является всеобщим законом. Всё противоречиво. Всё абсолютно. А мы всё абсолютно почти берём как непротиворечивые. Так? Хотя. Мы знаем, что если вот купили вы молочко, и несмотря на то, что туда что-то... добавлено, если постоит, и будет простокваша. А простокваша – это уже не молоко. Но она же перешла в иное. Не в иное. Вы можете, конечно, из неё сделать творог. А из творога можно сделать сыр. Но и сыр, и творог – это всё разные понятия. Правильно? Да. Вот. Значит, поэтому главным направлением нашей деятельности это будет освоение диалектического метода и применение его к другим составным частям и моментам марксизма. Поэтому это не то, что вот существует отдельно для самой философии. А философия существует для того, чтобы её применять и в политэкономии, и в научном социализме. Научный социализм без философии – это вот учение о всяких ступенях и видах развитого социализма. Или, как говорили, «разве то социализм». Пишутся все слова отдельно. Мы вступили в этап «разве то социализм». Или это такая высокая стадия социализма, когда ещё без денег ничего не даёт, но и за деньги уже купить ничего нельзя. Вот этот самый научный коммунизм, или место научного социализма, который протащил суслов без диалектики, без всего, он лишён того, что составляет собой научность. Он не истинен. А проблема истина для нас самая главная. Ну, в наше время закончилось лекцией, поэтому мне уже и так даже показывают, что это я нехорошо поступаю. Поэтому мы сейчас 10 минут сделаем перерыв, после этого я буду отвечать на все те вопросы, которые у вас есть. 10 минут перерыв. Я, например, выступал на секретариате СТК, который проводил Горбачёв. По поводу программы. Мы принесли свой проект программы, которая подготовила движение коммунистической инициативы. Напечатали брошюры. Напечатали мы брошюры у нас в Кронштадте. Красиво. И допечатали в газете «Молния», который раздавали каждому, кто шёл в Центральный комитет в этот день. Это когда был 28-й съезд? Это было перед съездом. Перед съездом. Перед съездом летом. А у нас было два билета с профессором Золотовым. И у меня, значит, вот мы сидели. Мы первое, что сделали, раздали свою брошюру. На первой странице было написано «Изгнать из партии, проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачёв». Народ так читал, положил так, спокойно восприняли все, никто не возмущался. А потом, то же самое было написано в газете «Молния», которая раздавалась так. Вот были, оцепили Центральный комитет, и кто спрашивает, ты коммунист? Ну, если человек говорил нет, его не пускали. И он говорил, да, и пускали, и давали ему газету. И вот заходит... Куда же пускали, еще раз, что пускали? В секретарь, в секретариат ЦК. В секретариат ЦК решался вопрос о подготовке 28-го съезда. И вот на секретариат ЦК туда заходит секретарь. Секретарь у него были как лаборанты. На Старой площади? Ну, конечно, Агришич, Центральный победитель. И вот заходит Горбачев, красный весь вот как рак, и говорит, что делается? Ганеты, блокады и прочее. И вот показывает, и зачитывает. Я так решил, что он не глубокий человек. Зачем такое зачитывать про себя? Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева. Все так сидят, они уже прочитали, мы же всем раздали. Там человек 60 помещается. Такие три, так сказать, три партии кресел, кресла такие кожаны. Мы сидели с товарищем Золотом на четвертом примерно году. Ну, давайте мы обсудим, говорит Горбачев. Как назовем мы орган, который будет руководить партией? Ну, я говорю, если сидеть, ничего не делать, то надо звать президиум. Ну, если работать, надо Политбюро назвать. Вот так посмотрел. Ладно, оставляем Политбюро. А как вот назовем главу партии? Как назовем? Кстати, Агрызкий этого подобрал нынешний лидер КПРФ. Вот. А как мы назовем руководителя? Я говорю, ну, если он будет ничего не делать, а сидеть просто, то председатель. Впереди сидеть. Ну, а если работать, то генеральный секретарь. Ладно. Оставляем генеральный секретарь, злобно так. Это Горбачев, да? Горбачев. Горбачев. Говорит, а кто будет, давайте сегодня будет неформально так выступим, кто как хочет. Хорошо, я подаю ему. Он так прочитал Попов. Дадим потом, во второй части. Там выступать, то есть ничего, нас никто, мы спокойно выступили. Нашелся... На секретариате? На секретариате. Нашелся у нас товарищ, из общества ведов, историк, из института электротехнической имени Ульянова, который Горбачевскую программу продвигал. Поэтому нельзя сказать, что это дело от Горбачева. Это целая волна была. Ну, и в результате они свою задачу решили. И, так сказать, мы вам все даем, вы можете говорить, что хотите, а мы будем делать, что мы хотим. Вы можете сейчас набрать в интернете выступление Попова, Михаила Попова, на учредительном съезде Компартии РССР в Кремле в 90-м году. Я там выступил и сказал, что перестройка – это контрреволюция. Все похлопал, зал очень там. Четыре тысячи человек было. – Смотрите, пожалуйста, а почему же не получилось остановить этот процесс, если вы понимали, что мы… А потому, что он прошел раньше, чем мы вступили в это дело. Раньше. То есть мы оказались в партии в меньшинстве. Принимали уже, значит, где-то где-то 59% в партию рабочих. Но это то, что в свое время предлагал еще Зиновьев, с чем Сталин спорил. Что давайте, говорит, вот сейчас наберем рабочих много. То есть тех рабочих, которые были действительно носители позиции рабочего класса, уже они были в партии. А давайте мы наберем, и плюс, так сказать, интеллигентов. То есть сначала решаем, сколько интеллигентов мы наберем, а потом добавляем рабочих. И партия была 13,2 миллиона человек. Это немыслимо. Чистки партии не проводились. Рабочих в партии было меньшинство во всех партийных органах. Я вот в своей книге привел табличку в бюро и комитетах. 40%. То есть все, что Ленин предлагал для борьбы с заражением партии, все было уже сделано. Ну, ЦК, которые были лучшие, и даже они... Ну, ЦК. Вот мы были на секретаре ЦК. Система. Система, сама система дала сбой. Какое... Если в 61-м году, в 61-м году, ну вот, я не знаю, какого года, я, например, у меня был возраст еще невелик. Я 45-го года рождения. Я в 61-м году еще был студентом. И в этом ни в чем не разбирался. Уже в 61-м году выбросили диктатуру битрята. Вот это, то, о чем мы говорим, было уже тогда, когда это уже проехали. Давно уже закрепилось все. Уже другая была партия. Сознательно было сделано, или просто наоборот? Не сознательно, а умышленно. У вас взят позитивный такой ярлык. Сознательно. Это умышленно сделано, а не сознательно. Борьба не прекрасна. Это был кто-то извне, или это вот внутри партии? Ну, конечно. Говорят, что там участвовал в этом, Кусинин, Суслов в этом участвовал. Ну, твердо сказать, кто это делал. Вообще, с докладом-то выступал генеральный секретарь, то есть первый секретарь, Хрущев. Ну, Карл Каутский был председатель второго интернационала. Ему не помешало стать потом, после середины гадом марксизма. Да, да, да. Так что это необычно вообще для партии. А и Каутский, и другие. Есть принципиальные вопросы, которые не были решены. Поэтому это все и развалилось. Наоборот, если были принципиальные вопросы, которые решены, и от этих принципиальных положений в раз отказались. Ну, Сталин же говорил без теории нам смерть. Теорию экономическую... Не знаю. Такого я у Сталина... Я прочитал Сталина всего. Где он этого говорил, не знаю. Это так люди рассказывают в байхе. Во-первых, с чего бы это нам вдруг взялась смерть. Во-вторых, теория у нас есть. Так, сначала будут вопросы, которые задали товарищи по интернету. Они у нас обездолены. Их здесь не присутствует. Давайте им дадим сначала слово, а потом приступим к тем вопросам, которые будут задавать здесь присутствующие товарищи. На чем вы основываетесь, когда утверждаете, что марксизм самая передовая из наук? На знаниях. Следующий вопрос. В каком томе и работе полного собрания сочинения Ленина Ленин писал, что невозможно вполне понять? Том 29. Конспект наук и логики Гегеля. Михаил Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, пожалуйста, примеры истины. Примеры истины, дважды двадцать четыре. Есть ли примеры соответствия объекта понятию, но при этом несоответствия понятия объекта? Если у вас есть соответствие объекта понятию, если вы что-то делали. Вот построили, архитекторы сначала сделали проект соответствующий, а потом построили Исаакиевский собор. Вот это соответствие объекта понятию. Или Таврический дворец, то же самое. А вот несоответствие понятия объекту, это сплошь и рядом. Люди не знают, что такое социализм, не знают, что такое капитализм. Поэтому у нас несоответствие понятия объекту, это просто вся та безграмотность или неграмотность в области вот этих самых наук, она очень широко распространена. А тут не примеры, а тут просто море всех таких несоответствий. Можно ли рассматривать диалектику как раздел философии именно о мышлении? Это не раздел философии. Это главный метод философии. Вы из метода хотите сделать раздел, а раздел – это значит разделить. А главное, против чего гегелевская диалектика выступает – против разделения. То есть диалектика пронизывает всё. Есть диалектика капитала Маркса, она присутствует в политэкономии. Есть диалектика классовой борьбы, она присутствует в научном социализме. А есть диалектика в чистом виде, которая излагается в науке-логике Гегеля, и она присутствует как специальный предмет изучения. Но это не значит, что она отсутствует в других моментах марксизма. Поэтому не надо её выделять и, так сказать, обособлять, и изображать её так, что она сама по себе, а, скажем, научный социализм сам по себе. И там можно придумывать ступени социализма и выдумывать дурацкий какой-то развитой социализм. Если человек немой, то он может быть противоречимым? Если человек что? Немой. Конечно. Как он не может быть? Все противоречиво. Что бы вы ни взяли, но всё равно всё противоречиво. Поэтому эти атрибуты, которые вы добавляете, они здесь совершенно не нужны. Маркс писал о французской буржуазной революции, что в её движении были две тенденции – равенство либо истинное равенство. Прокомментируйте, в чём принципиальное осуждение? Ну, истинное равенство Маркс всегда понимал, как равенство в смысле уничтожения классов. А равенство формальное, каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Ещё и Чернышевский про это писал. Все равны. В Латвии уже три года работает марксистский кружок, латвийский рабочий фронт. Имеет ли Рабочая партия России отношение к его становлению? Нет, не имеет. Но мы в своё время проводили конференции в разливе, в музее Ленина. И там выступал первый секретарь Компартии Латвии, товарищ Рубикс. И вот Рубикс меня наградил вот этим вот значком латышских стрелков. Так что мы имели контакты. Там ситуация очень тяжёлая. Там очень много молодёжи уехало в Европу. И там партия коммунистическая запрещена. Поэтому там называется социалистическая партия. Хотя, так сказать, стремятся быть партией коммунистической. Но, так сказать, работать там заводы и фабрики позакрывались. И поэтому там городского, фабрично-заводского рабочего класса практически не стало. И поэтому Латвия, взятая сама по себе, ей трудно восстановить социализм. Нет такой опоры. Поэтому там, так сказать, негативные тенденции превалируют. Можно ли получить оригинал-макет книги Диггера наукологии для попытки издания наукологии? Ну, что значит оригинал-макет наукологии? Есть книга. А кто будет издавать на Украине? Если у вас будет человек, который сюда приедет для, так сказать, цели издания наукологии, логики, то мы можем такую книгу ему вручить. Не оригинал-макет, а книгу в трех томах. Можно ли жить без истины? Без чего? Без истины. Ну, конечно, можно. Пока не умрешь, будешь жить. Михаил Васильевич, можно ли рассматривать понятие капитал Маркса, который он подразумевал в своем труде иначе, чем определяет капитал сейчас, опираясь в первую очередь на денежное богатство? Вопрос мне непонятен. Можно ли рассматривать? Все можно рассматривать. Поэтому вопрос какой-то пустоватый. Можно рассматривать. Я могу рассматривать и это, и вот это, и вот это. Поэтому это, так сказать, неглубокий такой вопрос. Да, эти определения имеются в виду марксистское, то есть... Ну, у Маркса есть определения, а здесь берут люди, называют капиталом все, что угодно. Ну, даже и в марксистском определении есть капитал денежный, например. Есть промышленный капитал, есть сельскохозяйственный капитал, так? Есть мелкие капиталисты, у которых есть 2-3 работника. Есть крупные капиталисты, где там тысячи работников. Есть международный капитал, империалистический капитал. Это все разные понятия, поэтому я думаю, что этот такой вопрос, он довольно пустой. Можно, есть ли такое, есть ли такое, и такое, и такое. Являются ли знания истинные? Если это истинные знания, то они и являются. А если не истинные, то не являются. Если я что-то знаю с одной стороны, а с другой стороны не знаю, то истины это не будет. Знания будет, а истины нет. Сталин писал о неизбежности войн между кап-странами и о возможности мирного сосуществования кап-страны и со-страны. Разве кап-страна не будет рассматривать со-страну как нежелательного конкурента? Сталин же говорил о возможности. Этой возможности воспользовался Советский Союз и создал колоссальную экономику, провел коллективизацию сельского хозяйства, индустриализацию, подготовился к войне. Потому что наряду с этой возможностью, потому что есть другая возможность, прямо противоположная. Если диалексик, и Сталин был диалексикой, он говорил о возможности мирного сосуществования, но это не исключало возможности войны. Правильно? И сейчас то же самое. Точно так же, как наличие войны не исключает возможности мира. Или в случае победы, или в случае проигрыша. Так? Михаил Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Как у нас сейчас общественно-экономическая формация? Капитализм с отпечатками социализма или подавленный социализм с раковой опухолю капитализма? Я таких понятий, как поганый социализм, не знаю. Поганый капитализм? Подавленный. Подавленный социализм. Подавленный социализм? Ну это не формация же. Такой формации нет, зачем ее выдумывать? Есть капиталистическая формация. Мы перешли, у нас контрреволюция, был переходный период с 1961 по 1991 год. Мы вернулись к капитализму. А то, что в истории, экономической истории, политической истории у нас был социализм, был, а вот сейчас у нас капитализм. Это называется реставрация капитализма. Чего тут непонятного? Тут понятно все. Видите ли вы общество с безденежной основой, мерой, ценностей? У нас было общество с безденежной основой, потому что деньги это товары. У нас не товары были, у нас были непосредственно общественные продукты. Поэтому я вот сейчас его не вижу, или вижу его в Китае, но пока еще там переходный период, они еще не достигли того, чтобы, можно было сказать, что капитализм победил, социализм победил. Утратили ли современные деньги товарное содержание? Можно ли рассматривать современные напечатанные деньги как товар, ведь они не содержат труда? Товар, который не содержит труда, не товар. По определению, товар – это продукт, производимый для обмена. Это же ясно из определения, поэтому, если это не продукт, а вот как что-то нашли, допустим, нашли такое место на земле, к чему не касалась вообще никакая человеческая рука, значит, это не товар. А то, что его превращают или используют как товар, то есть назначают цену, спекулируют там, или незаконно срезают и продают и так далее, это уже другое. Это превращение не товара в товар. Сейчас мы это закончим. Изучать марксизм без освоения диалектики Гегеля – пустое дело? Не пустое дело. Если вы будете читать, скажем, «Капитал», потом будете Эйнгельса читать, будете читать Ленина, но вы всё равно придёте к науке логики Гегеля, потому что все эти уважаемые товарищи вас будут толкать к этому и вас будут агитировать за то, чтобы вы это изучили. Потому что, как писал Ленин в 29-м томе, нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Значит, нельзя. Раз нельзя понять, значит, нельзя стать марксистом. А марксисты в становлении могут быть. То есть человек работает, работает, но ещё пока не выполнил все требования. Если современные деньги не являются товаром, можно ли их рассматривать как величину метафизическую, не связанную с материальным миром? Да у вас какая-то путаница в голове. Что за современные деньги, которые не являются товаром? Если вы имеете в виду бумажки, то бумажки – это не деньги, это представители товаров. Они были и при капитализме представителями товаров. Монеты тоже не… Они пока были золотыми или серебряными, они были ещё товарами. Потом на них стали ставить номинал определённый, но поскольку от них откусывали, или отрезали, или отщипывали, они свой номинал теряли. Тогда решили, что надо сделать так, чтобы выпускать боем монеты. То есть чтобы золото, серебро и прочие металлы, драгоценные товары находились бы где-нибудь в хранилище, в банке, а ездили бы их представители. Вот представители, так сказать, бумажки. На бумажке можно напечатать что угодно. Поэтому бумажки действительно деньгами не являются, но вы как-то их не понимаете, что они представители товаров. Это просто говорит о том, что вы, видимо, капитал не читали. А если читали, то как-то поверхностно. И вполне понятно. Люди с Украины дополняют. Можно ли связаться с тем человеком, который делал последние знания науки логики? — Последнее издание, насколько я знаю, было, во-первых, сделано в Казахстане. Они перепечатали наше издание. И было последнее издание, я видел в книжном магазине в Москве. Что значит можно связаться? Можно? Связывайтесь. Кто может запретить связываться с человеком? Не понимаю. — Почему Сталин окружил себя очень слабыми соратниками и просмотрел Хрущева? — Ну, наверное, вы знаете, что некоторые товарищи, такие как Свердлов, например, они в такой бешеной работе, которая была, умерли, надорвались. И Сталин значительно надорвался. Поэтому думать, что могло бы тут произойти, это гадание на кофейной гуще. Надо думать о другом. Должна быть поставлена такая работа в партии, на которую мы сейчас и делаем нажим. Такого не было, о чем мы сейчас говорим. Если такого не будет, если люди не будут знать марксизм и думать, что они будут, проживут при социализме, ну, это не бывает. Чудес не бывает. После 19-го съезда, на котором Хрущев поступал с докладом об уставе партии, видимо, Сталин уже отошел, как специалист. Книги Сталина, которые содержали в себе и три источника, и три составных части марксизма в единстве, книги Сталина выбросили, как вот здесь нам уже и рассказывали по существу. А что касается официального изучения, там изучали политэкономию, философию оторванную, так сказать, по Гегеле не изучали. А вместо научного социализма появился ревизионистский научный коммунизм, который провозгласил развитой социализм. Дескать, вот скоро мы будем жить при коммунизме. А мы при коммунизме когда жили, начали жить? В 1936 году. В 1936 году был построен социализм, а социализм – это какая? Низшая фаза коммунизма. Поэтому, когда люди сидят на съезде и слушают такую чепуху и не возражают, это говорит о очень тяжелой потере вообще в головах, в идеях. Если люди не понимают, что обещают, что вы будете жить при коммунизме через столько лет, там 10 или 20, когда вы жили при коммунизме, начиная с 1936 года. И сейчас, кстати, все прекрасно понимают, что да, мы жили при коммунизме. Виктор Иванович Галко, который у вас будет преподавать в политэкономии, он считал, что 51% благ распределялись у нас в СССР бесплатно, в том числе через общественные фонды. Это касается жилья, прежде всего. У нас же бесплатно было? В 1936 году? Не в 1936 году, а уже в то время, когда мы с вами жили при социализме. В каком году? У нас, когда появилось жилье, жилье какое было? Платное, что ли, у нас? При социализме. Сначала было платное, потом все больше и больше было бесплатного жилья. Я до сих пор живу в бесплатной квартире. Я не приватизировал свою квартиру, поэтому, когда нас приглашают, говорят, мы хотим повысить вам то, сё. Я говорю, это идите в районную организацию. Это не на что. Мы снимаем у государства. И всё. Так что отпечатки еще социализма сохранились. Так. Пока всё. Всё, да? Пожалуйста, у вас вопрос. Да, вопрос. Только погромче, так и яснее, чтобы запись была. Вопрос отталкивается от вопроса из интернета про деньги, товары и представители товаров. Да не вопрос. Это вы сказали, что сталкиваются. Вопрос задавайте. Да. Вопрос такой, что мне кажется, что автор имел в виду то, что сейчас, когда деньги печатаются, фактически товарами никакими не обеспечены. Деньги не печатаются. Печатаются представители денег. Я уже на это ответил, и вы повторяете эту же ошибку. Представители товаров. Деньги – это товар. Деньги – это товар. Но вы же говорили… Эквивалент. Так вот, а он представитель денег. Есть представители денег. Это вот бумажки, это представители… И монеты представители денег. Это не деньги. Поэтому вы их сколько хочешь можете напечатать. Они просто потеряют свой, так сказать, номинал свой. Это понятно. То есть, покупательную способность. Это номинал не мгновенный. Это будет в некоторое прошествие времени, что мы видим на процессе инфляции. Ну, я думаю, что вы, наверное, не очень понимаете, как оперировать с вот этими самыми бумажными деньгами. Вот кто их печатает? Государство. Вот государству. Нужно на что-то, так сказать, какие-то затраты, скажем, на оборону дополнительные. Что оно делает? Вот дополнительно печатает эти деньги, и всё перераспределяется. Значит, деньги, те, которые у кого были в руках у всех, они частично обесцениваются, поскольку это растягивается на большее количество бумажек. Вот и всё. И оно, эти вот самые бумажки, или, скажем, на счетах в банках лежащие цифры, затрачивает на оборонные цели. И всё. И если это перейти к пределу, то есть ещё увеличивать. А это уже было у нас. Помните, зарплаты были? У вас не было зарплаты? Ну, я, например, однажды получил 2 миллиона в университете работы, отпускные, и они в августе закончились. Соответственно, и цены были такие, что я жил, как обычно, но вот истратил 2 миллиона в течение июля и августа. А потом снова разделили и уменьшили их масштаб. Так что надо разобраться в представителях денег. Представители денег разные бывают. Да, пожалуйста. В 60-е и 70-е годы вы сказали, что был такой предмет научный коммунизм. Да. Как Суслов так назвал. А, во-первых, надо ли, если встречаешь такую книжку, выкидывать её сразу и не смотреть, что там написано? Да я и не выкидываю. У меня, например, докторская по научному коммунизму. Зачем я буду выкидывать? Как называлось раньше тогда? Научный социализм. Я же говорил, никакого научного коммунизма нет и быть не может. Что там поменялось? Всё поменялось. Ступени напридумывали социализм. У нас, например, был хороший человек, Акад Калистратович Белых. Он у меня был оппонентом по докторской одно время. И я к нему пришёл, он так почитал то, что у меня написано в диссертации. Говорит, что у вас, получается, по вашей диссертации нет никакого ратвитового социализма. А он уже придумал один из критериев. Ну, это значит взять и перервать, так сказать, науку. Вот наука шла, научный социализм. Почему научный социализм? Потому что в социализме есть отрицание капитализма по изначальному значению. Пока у нас ещё мы с капитализмом не разделались, думать о таком полном коммунизме, который неизвестно, когда он будет, это только Хрущёв сказал, что он будет через 30 лет. Коммунизм у нас был с 1936 года, а полный коммунизм у нас неизвестно, когда будет. И неизвестно, мы увидели, что мы вместо полного коммунизма пришли обратно к капитализму. Поэтому не надо всяких красивых таких вещей. Да, пожалуйста. Можно точное определение социализма. Социализм – это низшая фаза коммунизма. Или коммунизм в низшей фазе. То есть такой коммунизм, который ещё только выходит из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несёт отпечаток того строя, из которого он вышел. Определение в государстве революции Ленина. 33 том. Вы не знаете, что в этом определении… Это уже дискуссия пошла. У нас ответы на вопросы. У меня попроще вопрос по теме сегодняшней лекции. Вы когда говорили про правдивость, достоверность и истина. Так в чём вопрос? В каком отношении между собой находятся, например, правдивость и истина? Я правильно понимаю, что правдивость – это просто… Это одна сторона. Правильность. Не правдивость, а правильность. Правильность – это означает… Это категория, которая относится к какой-то одной стороне противоречия. Вот вы хороший человек – это правильно? Правильно. У вас недостатка есть? Есть. Это правильно. И это правильно тоже. Начинаем проверять. Вы хороший человек – проверяем. Это будет уже достоверность. Проверили. Недостатки есть? Вы сами их признали? Мы проверяем. Тоже есть достоверность. А истина, когда вас надо взять в целом как живое, как в единстве позитивного и отрицательного. Причём, либо вы в целом позитивный человек с отрицанием, то это будет вашей недостаткой. Или плохой человек, тогда у вас, у плохого человека бывает достоинство. Это люди, которые втираются в доверие всякого рода проходимцы. То есть, получается, правильность и достоверность мы устанавливаем в процессе анализа? Да. А истина в процессе… А истина, она диалектическая. Она противоречивая. И обязательно требует решения вопроса о том, а что целым является. Что у вас бытие, а что его отрицание. Так, пожалуйста. У меня такой вопрос исторический. Вот, если вспомнить события августа 1991 года, это можно считать как двоевластия буржуазного класса? Что-что? Это можно считать как двоевластия буржуазного класса, то есть, с одной стороны… Ну да, конечно. Это буржуазная контрреволюция, она её продолжение. Но у нас контрреволюция произошла в 1961 году, на 22 съезде. Если партия заявляет, что диктатура у нас завершилась, отказывается от неё, и класса борьба прекратилась, то это значит, партия говорит, всё, мы больше бороться за коммунизм не будем. Поскольку, вроде как, и не с чем бороться. Ну, если вот такая громадная сила, которая, так сказать, прекратила всякую борьбу, а, так сказать, родимые пятна капитализма, они не обещали никому, что они не будут бороться. Никому не обещали. Поэтому капитализм получил, так сказать, можно сказать, простор для своего вхождения во всю нашу жизнь. Он и приходил. Ну, и раньше у нас был. Разве у нас диктатура трятая означает, что такое? Упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Борьба с силами и традициями старого общества при социализме остаётся, если есть родимые пятна капитализма, остаётся. И вот вдруг партия, которая для того и существует, чтобы организовывать борьбу с родимыми пятнами капитализма, говорит, мы больше не боремся, мы армию распускаем, всё, мы больше не скажем, нет никакой борьбы, классная борьба прекращается, написано, что классная борьба прекратилась. Ну, всё, значит, тогда приходи и забирай. Пришли и забрали. Ну, и как подтверждение расстрела рабочих. А? И как подтверждение этого расстрела рабочих. И как подтверждение расстрела рабочих уже справилось через год. Вот как может расстреливать рабочих? Как может вообще? Но это когда же государство не диктатуру Петриата может, а государство диктатуру Петриата не может расстреливать рабочих. Причем по какому поводу? По поводу того, чтобы повысились цены. А при Сталине было хоть одно повышение цены? Нет. А цены вообще при социализме как должны двигаться? Производительность труда растет или падает? Если она растет, значит, в единице продукции содержится меньше труда, значит, цены должны идти, куда идти плановые? Вниз. Вот и все. И поэтому всегда цены шли при социализме вниз. Я даже, так сказать, был ребенком и жил на проспекте Огородникова, и я помню, как сообщают по радио, что вот теперь будет не 15 копеек, а 13 копеек батон. Значит, спички будут не 2 копейки, а 1 копейка. Ну, а если вы помните, трамвай-то стоил 3 копейки, троллейбус 4 копейки. Помните. Да, метро? 5 копеек. А если бы на следующем съезде поменяли бы обратно, то получилось, у нас бы закончилась контрреволюция. Да, если бы так. То есть, если бы придумать такое, что невозможно, потому что это вот в одну сторону, если вы на такой степени развалили, что ни на каком следующем съезде, вот что касается возможностей, вот мы на этом съезде выступали, наши товарищи, в меньшинстве оказались, мы, когда Ельцин закрыл в 91-м году КПСС, мы в этом же 91-м году провели съезд учредительный и создали Российскую коммунистическую рабочую партию. В Свердловске провели. А в Челябинске в следующем месяце мы уже провели второй съезд и приняли программу Российской коммунистической рабочей партии. И с 93-го года существует Рабочая партия России. Я в ней являюсь сопредседателем идеологической комиссии. Так что мы делаем то, что вы нам советуете, только это быстро не делается. Легко ломать, а создавать снова очень тяжело. Так, давайте новых наденем товарищам. Вещь в себе познать возможно, или мы можем только бесконечно моделировать и приближаться к познанию? Да, да, да. Это разделался с вещью в себе еще Гегель. Вещь в себе – это пустая, ненужная категория. Вещь в себе. Все познание состоит в том, чтобы вещи из вещей в себе превращались в вещи для нас. Поэтому не бывает вещей в себе непознаваемых. Все познаваемо. Поэтому это, так сказать, то, что является недостатком в системе Канта. У вас. У меня такой вопрос. В буржуазной обществе, в котором мы живем, трудовой кодекс чем является? Правом или система урегулирования вообще? Да, он является законом. Он принят законом. Я хочу сказать, что мне пришлось участвовать в продвижении проекта Трудового кодекса Фонда рабочей академии. Мы с товарищем Федотовым написали его проект и получили, при поддержке всех профсоюзов действующих, получили в итоге 189 голосов депутатов за. А правительственный проект провалился. Проект «Яблоко» провалился. Проект «Московской городской думы» провалился. Проект «Восьми профсоюзный» провалился. Вот было соревнование нашего и комиссионного проекта комиссии «Слизки». Они набрали больше. Но для того, чтобы протащить проект, они вынуждены были многие вещи сохранить. Например, вся процедура разрешения коллективных судовых споров, право на забастовку, то есть на коллективные действия. Всё там есть в нынешнем кодексе. Это то есть закон, который позволяет улучшать своё положение. Единственное, чем отличаются нормы этого самого закона. Вот он на три года и ещё потом на три года, и вроде скис этот закон. То есть если через три года у вас не будет такой же организации профсоюза, если вы через два года не составите хороший проект, более высокий, чем этот, он пропадёт. И у вас сразу вместо шерстяного плаща будет брезентовый, так и вместо рубашки такой хорошей вы получите какую-нибудь мокрую и прочую. И всё уйдёт назад. Так, ещё. Да. Во время лекции вы сказали, что перестали, ну, значит, не доверяете никому вообще вокруг себя. Правильно я понял? Ну, доверяй, но проверяй, конечно. А как просто так? Ведь человек серьёзный, человек серьёзный должен всё проверять. Именно. Так было всегда? Так должно быть. Так должно быть. Нет, не так. Очень народ доверчив. То есть народ воевал, погибло столько людей, но настолько он доверчив. Вот сказал первый секретарь Хрущёв, ему поверили. Разве можно так? А как же до этого? А как же Ленина вы не читали, а Сталина не читали? Как же вы не проверили? Ну, как можно такое допускать? К тому, что мы в итоге не пришли к тому, что у нас большая часть населения нашей страны не прочитали ни Ленина, ни Марса. Да, да, да. Ну, над этим уже работали, например, убирали эти книги все подальше. Их совсем не убирали. То есть не было такого, чтобы нельзя было достать вообще Сталина или Ленина. Но кое-что упирали. Коммунизм у нас был построен, и вы жили при нём. Но большинство людей так и не освоили. Да, большинство людей, между прочим, не участвовали в революционной борьбе. А вот после 1945 года, вот я 1945 года рождения, ещё в войну родился, но в феврале 1945 года рождения, всё моё поколение жило в мирное время. И для такой жизни вообще ничего не надо было знать. Наслаждайся этой жизнью. И вот с товарищами наслаждались, а борьбы отвыкли и бороться не умеют. Но в итоге мы пришли к тому, что сейчас у нас происходят военные действия. Да, в итоге получается так, что если ты не будешь готовиться к борьбе, борьба всё равно будет. Потому что твои противники, так сказать, всё равно будут сжать, сжимать эти самые... Просто многие люди до сих пор не понимают, что война, она может прийти к любому в дом на завтра, послезавтра и готовиться. Да, конечно, конечно. Никто у нас не собирает. Вы правы. Да, я согласен. Да. А я вот вас и читал, и смотрел, вот в одном моменте вы сказали то, что всё, что не назови, противоречивое, а в другом вы сказали то, что всё, что не есть, живое, противоречивое. И то, и другое верно. И то, и другое верно, и живое, тем более. Всё противоречиво, конечно. Ну, возьмите камень. Вот он есть? Есть. А вы что, не знаете, что они все истираются, камни вот так? Если вы были в таких местах, где вот камни десятками и сотнями лет, у них там какие-то отверстия и т.д. Не, ну просто если живое, оно же как бы и умирает и развивается, да, живое, то камень же он как бы... А он изменяется, он изменяется. Ну как бы... Он не развивается. Он не развивает. Не обязательно развиваться. Для противоречия развивается. Для развития обязательно противоречия. А для изменения противоречия не обязательно. Ленин дополнил марксизм, доказав в империализме, как бы, шоссаде капитализма, что одновременно революция во многих странах невозможна. Это он доказал в двух работах. О лозунге о Соединенных Штатах и Европе и военной программе пролетарской революции. А вовсе не в той книге. А в той книге он экономически к этому подвел. Хорошо. С тех пор прошло более ста лет. Было ли за это время что-то, что дополнило марксизм-ленинизм? Кто это сделал? Как с этим можно ознакомиться? Или ничего выдающего? Я бы сказал, что за это время некоторые люди утратили понимание марксистско-ленинского учения. Вот это было. А насчет того, чтобы дополнить? Ну, вот я думаю, что дополнять надо то новое, что было. У нас был социализм. Скажем, мы работали над тем, чтобы противоречия социализма тоже были из диалектических позиций раскрыты. А не только мы будем рассматривать противоречия капитализму. Так у вас. Как вы думаете, коммунизм от социализма отличается тем, что при коммунизме прекращается полностью товарное отношение? Коммунизм от социализма не отличается. Так нельзя сказать. Нельзя сказать, что коммунизм отличается от социализма. Потому что социализм – это коммунизм. Ну, какой это? Неразвитый, неполный. С родимыми пятнами капитализма. Нельзя такое утверждать. Ваше утверждение – ложно. А если мы пришли, вот, дожили, то товарные отношения прекращаются. Это можно назвать коммунизмом? Нет. Коммунизм называется общественно-экономическая формация, а не товарные отношения. Как это вам для решения такого вопроса коммунизма привязали такое товарное отношение? А где граница? Какая граница? Между социализмом и коммунизмом. Ну, хоть какая-то. Граница состоит в полном уничтожении классов. Между социализмом и коммунизмом нет границы. Как может быть граница между социализмом и коммунизмом, когда социализм – это коммунизм? Вот вы, так сказать, зрелый человек. Где граница между вами и зрелостью? Ну, как вы говорите? Это странные вещи. Это неправильная вообще постановка вопроса. То есть, это как бы такая вечная цель, которая может... Это не вечная цель. Это не вечная цель. Есть только... Вы не дойдете слово социализм у Маркса. У Маркса только есть первая, низшая фаза коммунизма и высшая фаза. Это Ленин, что стал употреблять в государстве революции. Поэтому уберите, если вас это мучает, уберите из лексикона социализма и говорите коммунизм. Низшая фаза, коммунизм выше, и все. И будете быть спокойны. Понял. Так, вот там у вас еще товарищ. Нет, дайте выступить. Да, слушаю вас. Сейчас появляются тенденции переводиться в самозанятые и тому подобное. Как-то это будет учитываться в теории? Оно учитывается в теории. Это все старье. Оно давно учтено в теории. Самозанятые, это есть кто такие. Это мелкие частные собственники. Капитализм их душит. Поэтому вы видите, вот сейчас вот у нас мелкий бизнес все время плачет. Дайте нам поддержку. Не надо его поддерживать, потому что мелкий бизнес – это вчерашний день для капитализма. Не для социализма, а для капитализма. Потому что капитализм сейчас монополистический. Какой мелкий бизнес? Поэтому мелкий бизнес здесь возможен так, когда вот собирает этих мелких частных собственников и говорят, вы будете для этой машины делать такие-то части, элементы, упаковку и так далее. То есть их можно привлекать к тому, чтобы они участвовали в общем планомерном деле. Вообще можно построить. У нас 70% собственность государства на средства производства. Поэтому мы могли бы делать план на 70%, а остальные бы, так сказать, заключали бы договора с предприятиями государственными и получали бы свою прибыль, оставаясь еще капиталистическими. То есть вот это возможно сделать. Но у нас, к сожалению, принято решение о стратегическом планировании. А потом, как говорит Медведев, мы заморозили его. Как можно заморозить закон? Я не знаю. Давайте вас, те, кто еще не задавал. Да, пожалуйста. Ну вот есть продолжение того, о чем вы говорите. Вопрос задавайся. Да, вопрос следующий. То есть получается, у нас сейчас монополия остается, монополистический капитализм, но... У нас она на бумаге. На бумаге она у нас. Поэтому он у нас очень слабый, потому что у нас нет финансового капитала. То есть наши банки не занимаются финансированием производства. А финансовый капитал означает не только наличие банков, а таких банков, которые руководят промышленностью и которые обеспечивают это движение. Поэтому это первое. Второе. У нас нет вывоза капитала. Поэтому никакая мы не империалистическая страна. Мы слабенькая в этом отношении капиталистическая страна. Но поскольку у нас есть отпечатки социализма, у нас осталось ядерное оружие, у нас осталась космическая система, и у нас остался государственный сектор, в котором есть оборонные предприятия, которые выпускают современное производство. У нас, если бы самолеты выпускали военных, сколько-сколько гражданских, несколько штук, как вы понимаете, ни о каких операциях вообще не было бы и речи. Получается, что у нас сейчас капитализм с ранимыми пятнами социализма. Да, получается так. Мы гораздо ближе сейчас к социализму. Да, поэтому начал Владимир Владимирович смотреть туда, как вот о Лене не сказать или о Сталине сказать. Потому что Ленин же, кстати, организовал борьбу России против европейских государств, антанты, которые набросились на неё и рвали, и победили. А Сталин организовал борьбу против фашистов, да ещё и привлёк некоторых стран, которые ныне возглавляет НАТО, такие, как США и Англия, привлёк к тому, чтобы они тоже боролись с фашизмом. А сейчас они ведут, американцы, линию фашизма. А где у нас союзники? Ну, Китай, возможно, и союзник. И некоторые другие. Давайте будем на этом заканчивать. Фашизм изначально он уже и был, как раз, американцами. А? Фашизм изначально он и был американцами. Как он приём? Нет, это неправильно. Фашизм изначально итальянский. Ну, понятно, это ягод финансирование. Это другое. Последний вопрос, давайте. Хорошо. Для того, чтобы построить Исаакиевский собор, нужен план. Проект имели в виду? Да. Идея первична? Да, в этом случае она первична. То есть, когда речь идёт о преобразовании, есть у Гегеля в последней книге, в третьей книге, понятия эти. Идея теоретическая, идея практическая. Вот теоретическая идея, она, может сказать, связана с раскрытием того, что есть. А идея вообще – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Но для того, чтобы это была практическая идея, нужно развернуть её в план, в проект, в программу и так далее. Поэтому только тогда, когда она развернута, тогда эта идея, она просится к воплощению. А если мечты, а только есть мечта об этом, то, понятно, это ещё не идея. Так, спасибо, товарищи, за внимание. Спасибо. Желаю вам успешных занятий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова